Партнер программы «Сеть детских клубов» «Ети и дети». Здравствуйте, ребята! Привет! Меня зовут Света, сегодня я снова в компании Акима и Вари. Если вы еще не видели нашу передачу, то важная информация для вас. Мы с ребятами находимся в стране безопасности. Удивительное место. Здесь мы учимся правилам безопасного поведения практически в любой ситуации. А еще это конкурс. Для каждой пары он длится 4 дня. Сегодня у ребят уже третий соревновательный день. Ребята, вы с темой нашего соревнования знакомы, но я хочу озвучить ее для наших маленьких телезрителей. Это правило поведения при пожаре в разных местах. Мы уже говорили о том, как вести себя, если пожар случился, в подъезде, в лифте. Сегодня продолжим эту тему, правда, чуть-чуть позже. Сейчас я предлагаю приступить к нашему первому конкурсу. Это снова будут загадки. Но на этот раз вам необходимо будет слова от гадки вписать в кроссворд, который нарисован у вас на стенде. Там уже есть две буквы, а остальные вам необходимо будет вписать самостоятельно. Договорились? Да! Каждый правильный ответ – две фишки. Одна фишка тому, кто справится быстрее соперника. Отправляйтесь к стендам своим, берите в руки маркер и внимательно слушайте первую загадку. Рыжий зверь в печи сидит. Он от злости ест дрова целый час, а может два, ты его рукой не тронь. Искусает всю ладонь. Начали писать. Что это за такой зверь рыжий в печи? Под номером один справился первый Аким. Варя справилась тоже правильно. Написали все грамотно. Молодцы! Итак, Акиму три фишки. Подвинь, пожалуйста, ближе ко мне свою коробочку. Акиму три, Варе две. Вторая загадка. Что бывает, если птички зажигают дома спички? На этот раз быстрее справилась Варя. Я написала слово правильно, просто на буква Ж мне твоя Варя совершенно не нравится. Что это за такая снежинка? Так, хорошо. Все написал грамотно Аким, поэтому Акиму две фишки. И Варе, Варе три фишки за скорость. Еще одна загадка, последняя. Слушаем. Когда бензин горит отменно, его легко потушит. Пишем. Что легко потушит бензин, когда он горит? Аким справился? Ну-ка, чем можно тушить пожар? В частности, бензин. Варя, пена. Пиши слово-отгадку. И Варя отгадала. Но Аким был первым, поэтому Акиму три фишечки, умница, присаживайтесь. А Варе две. Теперь быстро сосчитайте, сколько фишек заработали в первом конкурсе. Кто быстрее? Восемь. Уже? Точно восемь. Мне кажется, у тебя больше. Нет, точно восемь. Сколько, Варя? Раз, два, три, четыре, семь. На одну всего лишь меньше. Хорошо. Итак, ребята, неплохо вы справились с моим первым заданием. Молодцы. Мы с вами познакомились с экспертом по пожарной безопасности Марией Александровной. Помните ее, да? Где она работает в МЧС. И сейчас самое время для новой встречи с ней. Готовы? Да. Тогда поворачиваемся к экрану. Ребята, привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Пожары происходят по разным причинам, но большинство из них случается по вине человека. И загорание одежды на человеке не исключение. Ребята, как вы думаете, из-за чего может загореться одежда прямо на человеке? Аким, Варя, как может загореться одежда? Если он сжег спичку... По одному, по одному говорим. А Варя, ты первая. Если горит что-то. И он соприкоснулся, да, с пламенем? Аким, а ты что хотел сделать? А если он неаккуратно обращается со спичками или... Хорошо, давайте еще послушаем, Мария Александровна. Ребята, очень важно знать, как действовать в такой ситуации. Запомните, при воспламенении одежды важно как можно быстрее погасить огонь. Нельзя совершать резких движений и бегать в горящей одежде. Если поблизости есть родители или взрослые, они обязательно помогут вам справиться с загоранием и вызовут спасателей. А вот если взрослых рядом не оказалось, тут действуйте решительно. Постарайтесь сорвать с себя горящую одежду. Если это сделать не удается, нужно упасть и кататься по земле или снегу. Если поблизости есть вода, быстро окунайтесь или обливайтесь ею. Помните, сбивание пламени руками может привести к дополнительным ожогам. Не отдирайте самостоятельно прилипшую к телу одежду. Громко зовите на помощь взрослых. Сообщите им о случившемся и попросите вызвать службу скорой медицинской помощи по телефону 103 или спасателей по номерам 101 или 112. А на сегодня это все. Будьте всегда внимательны на своем жизненном пути. А я желаю вам успехов и, конечно, победы! Аким, Варя, это еще не все испытания на сегодня. Впереди финальный конкурс, и он называется «Руки, головы, хвосты». Тому из вас, кто внимательно слушал нашего эксперта по безопасности, тетю Машу, будет намного проще отвечать на мои вопросы. Итак, для начала встаньте, пожалуйста. Будем выполнять это задание стоя, я сейчас вам объясню условия. Я буду вам читать фразу. Если вы с ней согласны, то вам необходимо будет быстренько кивать головой и махать хвостиком. Представить, что у вас есть хвостик сзади и махать, вилять хвостиком. Ясно? А если вы не согласны с фразой, да, если не согласны, то тогда отрицательно качаете головой и руки прячете за спину. Вот так. Давайте потренируемся, понятно вам или нет. Я сейчас посмотрю. Вы согласны. Дайте мне знать, что вы согласны. Варечка, я говорила кивать головой. Кивать. Если согласна, киваем и одновременно хвостиком. Не могу я так. Не можем одновременно, значит сначала киваем головой, а после этого пыляем хвостиком. Варь, хорошо? Так, вы не согласны, покажите мне. Не согласны вы. Варя, не слушала внимательно конкурс. Не согласны, когда нужно отрицательно поворачивать головой и ручки спрятать за спину. Вон, Аким вспомнил, спрятал. Руки за спину и отрицательное качание головой. Если не можете одновременно делать, хотя это легко, руки спрятали и качаете. Все понятно? Тогда я предлагаю начать. Слушайте внимательно. Первая фраза. Если на вас загорелась одежда, то надо бегать и сильно размахивать руками. Активно машем головой. Правильный ответ. Действительно, ребята, так делать ни в коем случае нельзя, потому что так, наоборот, еще больше будет разгораться огонь. Итак, здесь у нас правильный ответ. Две фишки, одна фишка за скорость. Аким был быстрее отреагировал, поэтому я ему кладу три фишечки и две фишки варим. Варя, не забывай про скорость. Вторая фраза, ребята. Если поблизости есть вода, быстро окунайтесь и обливайтесь ею. Одновременно. Ну, Аким, у Акима так красиво получается показывать. А ты, Варя, активнее. Одновременно ответили правильно. Хорошо. Поэтому каждому и быстро сделали. По три фишки вам вручаю. Следующую фразу уже читаю. Третья. При пожаре надо кричать и звать взрослых. Молодец, Аким и Варя. Молодец. Чуть-чуть быстрее отреагировал Аким. Ему три фишки и две фишки. Варя за правильный ответ. И последняя фраза. Итак, при пожаре надо набирать номер домашнего телефона. Правильно, правильно. Все показали правильно. Только Аким снова был быстрее. Варя. Так, молодцы, ребята. Фишки я все раздала. Давайте присядем и подведем и док сегодняшнего второго дня. Сколько фишек удалось вам заработать. Давай еще раз. Внимательно. 16. Отлично. 16. 20. 20. Чуть-чуть больше Акима. Итак, по итогам третьего дня у нас победил Аким у него на 4 фишки больше. Но выводы делать еще рано, расстраиваться рано и радоваться еще рано. Потому что завтра, ребята, финал очень серьезная игра. И там будет возможность заработать очень много фишек. И еще неизвестно, кто вырвется вперед. Так что готовимся. Встречаемся завтра. До встречи, ребята. Пока-пока. 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова